Я встретил вас, и всё былое в отжившем сердце. ПОЕТ Великий советский тенор Иван Семёнович Козловский. Его голос очаровывал миллионы поклонников по всему миру. О его ролях в спектаклях Большого театра до сих пор ходят легенды, а его розыгрыши коллег потрясали своей наглостью и детскостью. то Козловская чита, калошек к полу гвоздями прибьет, то кого-то разыграет по телефону. Но однажды пошутили над самим Иваном Семеновичем. И пошутили довольно жестко. Осенью 1960-го режиссер Леонид Гайдай на реке Истрия около подмосковных снегирей снимал свою легендарную короткометражку «Пес-барвоз» и «Необычный кросс». В финале фильма после взрыва динамита герои Моргунова, Витина и Никулина еле идут в оборванной, измазанной сажей одежде. И вот во время перерыва в съемках мимо киногруппы гуляя проходил Иван Семенович Козловский, у которого на беду рядом была дача. Увидев Чумазова, Юрия Никулина Козловский спросил «Юрочка, что с вами, почему вы в таком виде?» «Так, Иван Семенович, только что дачу вашу тушили!» Не моргнув глазом, парировал Никулин. Надо было видеть несчастного Козловского. Он отбросил свою аристократическую тросточку и бегом помчался в сторону поселка. Минут через десять перерыв закончился, но сразу после команды «Мотор» прозвучала команда «Стоп», поскольку со стороны Снегири показался председательский газик, в котором стоял Козловский и что-то истошно орал. «Юра», — сказал Гайдай, — «беги!» Ну, отвязать от телеги Никулина не успели, и Козловский высказал все, что о нем думал в ту секунду. «Мотор» 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 «Мотор»